Конкурс принцесса Хэппилон – один из любимых у сочинской детворы. Юные таланты ждут его с нетерпением и готовятся к нему, не покладая рук. Маленькие мечтательницы репетируют песни, танцы, стихи, ищут в себе новые таланты, чтобы удивить жюри. И самое главное – королеву волшебной страны счастливого детства Хэппилон, из чьих рук победительница и получит заветную корону. Все участницы борются именно за этот трофей, но в любом случае проигравших в конкурсе таланта и обаяния нет, напоминают девочкам. Самое главное, дорогие мои принцессы, не забывайте, что украшением каждой принцессы является не только корона, но и, конечно же, красивые, очаровательные улыбки. Поэтому, дорогие мои, почаще улыбайтесь. А я желаю вам удачи. Конкурс проходил в три тура. В первом участнице делали десерт из шоколада. Жюри оценивало их кулинарные способности, дизайн сладости и фирменное название. Далее постановочный выход участниц в ярких карнавальных костюмах. Тут было важно продемонстрировать актерские способности и подачу своего сказочного образа. В творческом номере девочки раскрыли свои танцевальные и песенные таланты. Жюри предстояла нелегкая задача. Оценивать детей отметили судьи совсем непросто. А потому каждую конкурсантку отметили в особой номинации. Принцесса нежность, принцесса эпатажа, принцесса кукол, принцесса в шоколаде и, конечно же, принцесса зрительских симпатий. Помимо этого, за свою победительницу выбрал и каждый член жюри. В этом году это член Союза дизайнеров России Маргарита Дворниченко, чемпион мира по парикмахерскому искусству Микаэль Рафо и директор театрального агентства Андрей Корякин. Но обладательницу короны, юную королеву хапилона, выбрали единогласно. Всем принцессам, помимо званий, вручили и подарки от партнеров конкурса. В ближайшую неделю девочки посетят кинотеатр Люксор Аймакс, ледовый каток Мори Мола и дельфинарий Парка Ривьера. Галина Моисеева, Инга Габеша, телекомпания ФКТ.